Волей-неволей пришлось провести небольшое расследование по поводу подлинности моторного масла, продаваемого на сайте Авито. В частности, масло Ford Formula F 5W30 в канистрах по 5 литров. Нашел такое объявление с привлекательной ценой. У продавца, казалось бы, хорошей историей, в котором написано все проверки, все сертификаты. Причем объявление размещено в том городе, где я нахожусь. И я решил обратиться к продавцу, чтобы получить дополнительную информацию. Как купить, как проверить и где посмотреть сертификацию. Начал я с проверки отзывов на этого продавца. И смотрю, оказывается, каждый день практически по несколько отзывов прекрасных прилетает этому продавцу. Сразу скажу, что это такой хороший признак накрутки отзывов. Каким бы ни был активным продавец, вот такие односложные отзывы, прекрасные по многу в один день. Это признак накрутки. И решил посмотреть отрицательные отзывы. Практически все они касаются моторного масла. Понятно, продаж много, люди могут не разбираться. Товарный поток большой, кто-то гонит на праслину. Но какая-то информация все-таки в этом есть. Вот конкретно по формуле F кто-то написал отзыв. Люди делают заказы, в общем, на доверии часто. Потом сталкиваются с какими-то проблемами. Мне нужно было получить проверенную информацию. Меня не устроила эта информация. Я думаю, ну ладно, мало ли кто что пишет. Может быть, конкуренты. И решил вступить в переписку с продавцом. С тем, чтобы выяснить условия покупки и проверки. Обращу внимание, что продавец сразу же решил перевести общение в WhatsApp. Я это проигнорировал. Уточнил, какие есть у него варианты. Нужна была большая партия масла. И обратите внимание, продавец сказал, что по 3,500 за канистру можно продать масло из Германии, как он уверяет. Я пошел на сайты из Германии и увидел, что на внутреннем рынке это масло стоит 40 плюс евро. Как вы понимаете, на рознице опты и прочее. Но цена подозрительно низкая для масла из Германии по сегодняшним временам. С учетом доставки, розничных наценок и всего прочего. Сертификации той же. И думаю, ну ладно, может быть какие-то свои каналы, крупный опт, блат и прочее, прочее. Хорошо. Пишем. Дальше. Как куда подъехать, посмотреть? И мне сразу приходит. Отправить можем только ТК. При том, что объявление создано в моем городе. Я думаю, ладно, а как проверить? Пожалуйста, отвечает. В пункте выдачи можно проверить. Я говорю, а как распечатать? Как само масло? Никак. Нельзя. А что делать? По коду на канистре. Понимаете? Человек серьезно в 2023 году предлагает мне проверить масло Ford Formula F по коду на канистре. На сайте Кастрол, который не работает уже 2 года. Я специально запросил фотоэтикетки. Этикетки, скорее всего, даже оригинальные. То есть, тут может даже вопросов нет. Может быть, это хорошая подделка. Я не знаю. У меня на сайте есть видео отдельное про проверку подлинности еще 3-х летней давности. Я пишу, да, кстати, не загружается. Все это знают. И он мне на это пишет. Поэтому мы присылаем вам декларацию соответствия. То есть, сразу мне продавец не сказал, что да, есть штрих-код, есть QR-код на сайте Кастрол, но он не работает. Нет. Он ничего это не сказал. И только когда я ему возразил, он мне пишет, да, вот у нас есть декларация соответствия. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Я думаю, ладно, декларация соответствия есть. Ну, а что? Изучил документ и посмотрел, что за сайт выдало это разрешение, этот сертификат. Действительно, есть такой сайт государственный, на котором есть реестр этих сертификатов. Я не нашел протокол испытания, как мне его посмотреть. Хочу проверить сами составляющие масла, что там лаборатория сказала. Он говорит, там есть на сайте. Посмотрите, по QR-коду я зашел. Действительно, есть такой сайт. Вот он. Там можно посмотреть список аккредитованных лиц. И по номеру сертификата я зашел на страницу этого сертификата. И там есть номер протокола. Вот он. Но самого протокола нет. Есть данные об испытательной лаборатории, о месте проведения испытаний и номер протокола. Вот этот номер сертификата, с которого нужно начинать поиск. И ладно, думаю, обращусь. У них же должен быть этот результат испытаний. Я пишу, протокола нет. И он начал сначала уходить от ответа, что как же так, он там есть. Мы ничего не знаем. Посмотрите. Там есть вся информация. Вы видите только все, что нам выдала лаборатория, он пишет. Я ему начал разжевывать, что нет, это, ребята, не протокол. Они, похоже, что заказали сертификацию, сами не знают, что там. Потому что какое-то время заняло то, чтобы он, может быть, конечно, под дурачка, а может быть, действительно, куда-то запросил где-то, что у нас спрашивает здесь какой-то протокол. Дайте нам протокол. То есть, либо человек в глаза его не видел, либо его по какой-то причине скрывает. Я ему прям разжевал скриншотами. Вот такой номер, вот такой скриншот. Пожалуйста, вышлите мне посмотреть. Ну, а что такое? Информация же не секретная. Они же получили сертификацию. Значит, с маслом все в порядке. И вот он присылает вот такой документ в достаточно плохом разрешении, который неким сертифицирующим органом каким-то невским, с указанием лаборатории качества продукции, адреса. Тут, посмотрите, есть все подписи, печати, подписи очень красивые. И здесь вся информация о дате, о том, кто заказчик. Ну, тут не очень хорошо видно, но это оригинал. То есть, мне такой вариант выслал сам продавец. Вот, пожалуйста, изготовитель Exxon Mobile Corporation, Бельгия. И почему-то написано, что масло моторное – это 5W-30, но почему-то марка Toyota. То есть, в самом сертификате, вот в этом, естественно, речь идет о масле Ford Motorcraft, на который выдан сертификат, но в протоколе испытания идет, говорю, слово Toyota. Что уже само по себе, ну, в общем, достаточно подозрительно должно быть для органа, выпускающего сертификат. Нет, все в порядке, полное соответствие. Тут маленькая табличка, всего 6 пунктов. Как-то где-то проверили. Я думаю, да что за орган такой? Решил посмотреть, где находится эта лаборатория. В Сергеев Посад указан адрес. Пошел посмотреть. Ну, думаю, серьезная организация какая-то. По этому адресу нет лаборатории качества продукции, которая проводила эти испытания. Я думаю, ну, может ошибка какая-то. Решил заглянуть, открыть панорамы и посмотреть, что это за здание. Ну, вот в таком здании проводится испытание моторного масла. Причем организации-то нет, не указано, как выяснилось. Я думаю, ну, судя по зданию, я, конечно, понимаю, что лаборатория там не должна много места занимать. Но, судя по зданию, оно как-то не соответствует вообще понятию лаборатории. Ну, может быть, там комнатка, да, гигиеничная, где стоит оборудование. Но почему-то это скрытая информация на картах. Лаборатория почему-то не захотела сама себя указывать. При этом я нашел несколько других сертификатов этой же лаборатории. Я понял, что она очень многопрофильная. Например, она занимается сертификацией пищевой продукции, в частности, вот грибы. Посмотрите, вот здесь лучше видно те же самые совершенно реквизиты, то же самое название сертифицирующего органа, те же подписи, те же люди, все под копирку. Грибы сушеные. Вот они молодые тоже проверили. Условия тоже проведения такой же. Видимо, в одной лаборатории у них проверяется. И все соответствует тоже. И масло моторное, Ford Motocraft, производителя Toyota, и сушеные грибы хорошо идут. Решил посмотреть, а что за орган сертифицирующий такой вот, который заказывают в этой лаборатории. Есть такой Невский какой-то, какая-то организация, центр сертификации по какому-то адресу очень сложному, которого тоже нет в здании. Ну, по крайней мере, он не указан на Яндекс.Картах. Этих всех корпусов, НПЗ, там какие-то указаны очень сложные добавки к адресу. Их здесь нет. Невский центр сертификации и стандартизации, вот как это серьезно называется. Сайт нашел я в интернете, он не работает. Попробовал сделать запрос на почту, что там с сертификацией. Адрес сертификации тоже не работает. Но зато нашел некоторые отзывы сотрудников, которые, видимо, трудились в этом центре сертификации и стандартизации. И отзывы, прямо скажем, нелестные. Не буду вдаваться в подробности, можно в интернете посмотреть. Насколько я понимаю, с организацией процесса там не очень хорошо, не все в порядке. Потому что такое ощущение, что к сотрудникам там относятся не очень хорошо и немного их обманывают. Соответственно, я всю информацию эту передал руководителю по вот такой сертификации. И было принято решение не заказывать моторное масло у данного продавца. Естественно, это был не единственный продавец, с которым я вел переписку. Но остальные продавцы еще более скупо реагировали на запрос. Либо у них просто не было сертификата соответствия. Либо они говорили, да-да, мы сейчас вышли. Мы после этого тему заминали. Либо они просто пропадали. Под любыми предлогами отказывались показывать эти сертификаты. В общем, боятся вопроса о сертификации как огня. Ну, то есть, задача продать есть. А что там будет дальше с покупателем, с его автомобилем, никого не волнует. И это носит массовый характер на Авито. Я думаю, что и в обычных магазинах во многих вам покажут сертификат соответствия. Вот люди выслали сертификат соответствия. Но протокола исследований у них нет. Я так понимаю, просто цепочка настолько длинная посредников, что правда теряется где-то очень далеко и навсегда. Кто-то еще задает вопрос, а какая еще там декларация? Что ты хочешь вообще? Такие вот есть люди. А кто-то просто коротко говорит. Знаете, я спрошу, есть декларация? И вот просто нет. И все. Если кто-то захочет покупать масло, даже если есть сертификаты, внимательно их смотреть. А лучше покупать, может быть, даже конкретно не Ford, Formula F, если нужно 5W30, а какой-то другой, имеющий точно официального поставщика в России.